От банного костюма до шашум. Некоторые казахстанцы так отличились на избирательных участках, что в миг стали звездами социальных сетей. Алишер Ашимов расскажет о самых ярких к этому часу в случаях. Алишер, тебе слово. Благодарю Гульнара, один из столичных участков сегодня стал местом не только для голосования, но и неожиданных перформансов. Ярким примером стала астанчанка, которая приняла важное решение прямо в халате и тапочках. Ее образ стал самым обсуждаемым в сети. Одни горячо поддержали, другие же категорически отвергали такую затею. По особенному открытию участка для голосования прошло в доме школьников номер 6 в Алматы. Там государственные гимны исполнили на языке жестов. Это сделали, чтобы подарить хорошее настроение казахстанцам с нарушениями слуха и речи. Сегодня на избирательных участках мегаполиса работают 76 сурдопереводчиков онлайн-режиме. Они помогают людям с нарушениями слуха ознакомиться с правилами голосования. Референдум в столице запомнится своей оригинальностью. Компания друзей, облаченных в костюмы супергероев Marvel, создала на участке для голосования атмосферу из какого-нибудь блокбастера киновселенной. Такой юморной подход к важному делу развеял формальность и добавил позитива, отмечают казахстанцы в сети. Традиции гостеприимства проявились в полной мере на 332 участке для голосования в селе Ульке на Алматинской области. Голосование началось с обряда шашу. Его провели местные жительницы в национальных костюмах, создавая праздничную атмосферу и подчеркивая важность каждого голоса. Отмечу, одними из первых на участок пришли 90-летняя Фарида Пабенко и 70-летний пенсионер Иван Шелипов. За ними последовали 19 казахстанцев, впервые воспользовавшихся своим правом выбора. В селе Улькен зарегистрировано 1093 избирателя. Пять поколений, один выбор. На 573 избирательном участке в селе Узунбулак Кигенского района пришли представители пяти поколений одной семьи. 103-летняя Кульпара Шортанова вместе с сыном, внуком, правнуком и праправнучкой отдали свои голоса за будущее страны. Их участие в голосовании стало символом связи поколений, единства в стремлении сделать страну лучше. После голосования семья сделала совместное фото, чтобы запомнить этот важный день. Таким был к этому часу мой обзор. Гульнара, вам слово. Благодарю. Алишер Хашимов рассказал о самых необычных голосующих.